здравствуйте друзья с вами шеф-повар олег ольхов чудесная погода идет снег температура минус 10 градусов но я продолжаю готовить для вас на тандыре в измайловском кремле сегодня хочу показать вам как готовить старинную русскую похлебку который называется кулеш я уверен что многие о нем только слышали но никогда не пробовали и сегодня друзья я расскажу вам как ее готовить для блюда нам понадобится пшонка свиная подкопченная грудинка морковь репчатый лук зеленый чеснок соль перец лавровый лист и вода итак друзья давайте готовить кулеш я напоминаю что это старинная русская похлебка которая представляет из себя очень густой суп с пшенкой и какими-либо добавками но даже если вы просто используете пшенку и воду поставите в горшочке в русскую печь или в тандыр блюдо приготовится у вас уже будет кулеш его можно разнообразить другими сезонными продуктами и так уже промытую пшенку я сразу помещаю в горшок как и прочие русские похлебки мы исповедуем принцип единой закладки все ингредиенты закладываем сразу в горшочек и готовим в тандыре как в русской печи теперь я наливаю воду теперь я нарежу все оставшиеся продукты положу в горшочек накрою крышкой и поставлю томится в тандыр начну я нарезать продукты с грудинки так я нарежу все мелким кубиком мне так больше нравится хотя наши предки конечно все готовили крупным куском но мы немножечко делаем по-современному зато состав продуктов у нас идентичный режем после того как мы нарезали грудинку сразу помещаем ее горшок вы можете использовать не один ведь мясо а несколько теперь я нарежу морковь и морковь я нарежу также как и грудинку кубиком нарезали морковь кубиком и также помещаем ее в горшочек теперь репчатый лук также нарезаем кубиком и лук также отправляется в горшочек теперь мы помещаем в горшок лавровый лист добавляем черный молотый перец и соль мы потом еще досолим готовое блюдо зеленый лук и чеснок я порежу во время приготовления кулеша потому что мы их будем добавлять в самом конце друзья вот эта решетка гриль предназначена как раз для высоких крупногабаритных форм для запекания или горшков сюда можно поместить даже чугунок и так открываем тандыр и помещаем решетку с горшочком внутрь тандыра до его полного остывания я напоминаю что мы готовим похлебку методом томления как в русской печи и пока она готовится у меня есть время чтобы нарезать зеленый лук и чеснок которые мы добавим похлебку перед подачей и также мелко рубим чеснок перекладываем лук и чеснок в тарелку и она будет ждать своего часа пока похлебка не приготовится и так друзья засекаем минимум час а я думаю что на самом деле приготовления займет даже больше потому что чем дольше похлебка томится тем она будет вкуснее и так минимум час а в идеале до полного остывания тандыра это примерно где-то два часа начальная температура сейчас в тандыре 200 градусов и этого вполне достаточно чтобы за час похлебка приготовилась засекаем время и идем греться в тепло итак друзья прошло чуть больше часа я проверил акулеш уже готов давайте поскорее его достанем чтобы посмотреть как он приготовился и так опять кевларовые перчатки которые всегда спасают открываем крышку и наслаждаемся его ароматом бесподобный аромат копченой грудинки видите какая густая похлебка такая она и должна быть почти как каша и еще я сейчас посыплю зеленого лука и чеснока и аромат усилится многократно просто сказка друзья мои просто сказка посмотрите какая красота настоящий русский кулеш готов я приготовил его в тандыре методом томления как в русской печи эко тандыр удивительный инструмент который позволяет готовить нам все возможные типы блюд вы можете подписываться на наши социальные сети смотреть новые рецепты покупайте себе тандыр и готовьте вместе со мной с вами был шеф-повар олег ольхов приятного аппетита и ангела вам за трапезой и